Второе место после Владимира по объему розничного товара оборота среди других субъектов территориального деления Владимирской области по-прежнему принадлежит округу Муром. Удельный вес нашего округа в общее областном объеме товар оборота составил 9%, Владимира 41,3%, Коврова 7,4%. Немалая заслуга в этом и малого бизнеса. Сократить дистанцию между предпринимательством и властью, сделать отношения открытыми и прямыми – главная задача, которую обозначил глава округа Мурома Евгений Рычков на организационном заседании Координационного совета по поддержке и развитию малого предпринимательства. Сегодня предпринимательство, малый и средний бизнес – это крупнейший сектор экономики округа. Это 18,5 тысяч работающих. Это почти 20% налоговых поступлений в бюджет. И здесь ряд проблем, которые носят системный характер, их нужно решать. Поэтому я-то вижу задачу в том, чтобы создать администрацию округа Мурома, которая будет эффективная, современная, по-новому работать. И мне нужны замечания критические в адрес тех чиновников или тех подразделений, которые недалежащим образом выполняют свои функции. На заседании в малом зале администрации собрались активные люди, энергичные, грамотные, профессионалы своего дела. Так отзывается о них мэр города. Советники и помощники должны способствовать тому, чтобы прямой диалог между предпринимателями округа Муром и администрацией был выстроен в кратчайшие сроки. И основан он должен быть, прежде всего, на доверии и честных партнерских отношениях. Глава ждет от членов нового совета серьезных предложений, сформулированных рекомендаций и проработанных вопросов. Уместна любая критика, если она необходима. Как известно, взаимоотношения между властью и бизнесом зачастую усложняются самими представителями бизнеса. Есть ряд проблем, которые я вижу. И я вижу, что некоторые, ну даже, можно сказать, недобросовестные люди пользуются неинформированностью людей, их юридической безграмотностью. И зачастую за деньги оказываются услуги, которые люди могут получить бесплатно. Да, по выделению каких-то там ресурсов, земельных там, помещений, элементарные вопросы решить. Люди, что обращаются не в администрацию, а нанимают для этой работы людей. Зачем? Зачем платить лишние деньги? Это не администрации не нужно, не мнение не нужно, не предприниматель. Поэтому вот этот вопрос тоже нужно решить. На повестке встречи рассматривалось много важных вопросов. Один из них – приглашение к открытому диалогу всех заинтересованных в развитии малого бизнеса сторон. Евгений Рычков отметил, что до 15 марта свои предложения, изложенные в письменном виде, для дальнейшего обсуждения в Координационном совете можно сдать в администрацию округа или в объединение предпринимателей. Глава округа обратил внимание и на возможное участие малого и среднего бизнеса в государственных и муниципальных закупках. Кроме того, большие перспективы к развитию малого предпринимательства видятся и в привлечении покупателей из других городов, например, соседствующего с нами Нижегородского региона. Также в ходе работы Координационного совета была представлена кандидатура от нашего округа общественного помощника, недавно назначенного полномочного по защите прав предпринимателей Евгения Пичугина.